В условиях сложившейся ситуации во всём мире самая главная задача – это предотвратить распространение инфекции коронавируса, соблюдая все меры предосторожности. Как пояснил градоначальник, экономическим агентам, которые законно ведут свою деятельность по решению Чрезвычайной комиссии города Таракли, было решено выдать средства спецзащиты и антисептики. К каждому экономическому агенту мы будем выдавать защитные экраны, средства для дезинфекции, одноразовые перчатки разных размеров и многоразовые маски, по четыре маски на человека в день. То есть каждые два часа, чтобы мы могли менять. Центру здоровья города Таракли также вручили защитные комплекты, в которых остро нуждался персонал, а именно 100 защитных одноразовых халатов, перчатки, маски и дезинфектанты. Многие примары всех населенных пунктов увидели это и пытались помочь всем медицинским работникам, потому что мы стоим на страже сегодня здоровья не только своего, но и здоровья населения. Я хочу обратиться ко всем, поблагодарить и жителей Тараклиского района, которые соблюдают все методы самоизоляции, соблюдают все рекомендации врачей. Партию антисептиков и средства защиты от коронавируса закупили на пожертвование благотворительного фонда «Мирон Шор», который недавно перечислил городу 300 тысяч леев. Сделано это было потому, что многие говорят, что мы не можем найти перчатки, мы не можем найти маски. Мы обеспечили всех на какое-то время, на период недели-две, всем необходимости. Мы сразу же всех предупреждаем о том, что если эти меры не будут соблюдаться, будем штрафовать на законных основаниях. И на деньги, которые поступят от штрафов, мы сможем снабдить их опять этими средствами защиты. Все предпринимаемые меры жизненно необходимы, чтобы сдерживать распространение коронавируса в таракли. Несоблюдение элементарных норм защиты, установленных комиссией по чрезвычайным ситуациям, представляет опасность для общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности.